СМЕРТЬ САУЛА Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилуи, и догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Иоаннафана, и Аминадава, и Малхесуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделала жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему, обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мной. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его увидел, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Текст по книге Библии в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда, библейскими текстами по синодальному переводу. Текст по книге Библии Текст по книге Библии в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда.